Дорогие друзья! Добро пожаловать на программу «Молодежь на Хоупсайт». Сезон второй под названием «Восхождение к индивидуальности в самом разгаре». Нас очень радует то, что обсуждение в нашей студии вызывает такой интерес у молодежи. Вы также можете поучаствовать в дискуссиях на молодежном интернет-ресурсе «Хоупсайт.Инфо». Там вас ждут захватывающие статьи, интересное общение и возможность высказать свое мнение. Мы всегда рады вам! Все, что происходит в нашей жизни, выплескивается через наши чувства и эмоции. Радость или восхищение, горе или грусть – все отражается на нашем лице, поведении, разговоре в наших глазах. И в жизни каждого из нас бывают моменты, когда кажется, что мир рухнул. Причин для этого может быть великое множество. Сезонная депрессия, неудача в личной жизни и карьере, проблемы со здоровьем или хроническая усталость. И чем больше человек сетует на жизнь, тем больше огорчения она ему и преподносит. Как вырваться из этого состояния? Как настроить себя на позитив? Все цвета радуги! Так мы назвали нашу программу. Сегодня в нашу студию мы пригласили человека, который знает, как научиться в любой ситуации сохранять спокойствие и веру, и находить радостные моменты. Встречайте, психолог Марина Яковлевна Отт. Как жить, чтобы было больше позитивных эмоций? Вопрос довольно сложный в наше непростое время. Мы сильно продвинулись в науке и технике, но стали более жестокими, одинокими и несчастными. Что думают по этому поводу современные молодые люди? Внимание на экран! Легко ли быть оптимистом? Нет. Нелегко. Смотря какие ситуации. Да. С моей работой нет. Легко, не знаю. В зависимости от ситуации, наверное. Нужно по жизни всегда быть оптимистом и надеяться только на лучшее. Мне кажется, что каждому человеку нужно быть оптимистом. Не знаю. Да, легко. Когда как? Кому как. Наверное, да. А почему? Ну, просто надо всегда проще жить, да, веселее как-то. Просто нужно радоваться жизни, потому что жизнь у нас одна, и мы должны радоваться этим каждым днем. Надо быть просто позитивным человеком, радоваться жизни, что мы живем. Каждый день просыпаемся, утро. Спасибо, надо говорить Богу. Оптимист – это вообще в жизни, да, очень большой плюс. Ну, если в жизни оптимистом быть – это хорошо, но часто приходится, ну, не часто, иногда приходится быть все-таки пессимистом. А вот каких эмоций больше у вас? Положительных или отрицательных в жизни все-таки? Положительных. Положительных. Участ положительных. Ну, стараемся, чтобы положительные были. Положительных, конечно. Конечно же, больше положительных. Слава Богу, положительных больше. Положительных, конечно. Положительные. Настроение, если хорошее, конечно же, положительные. Давайте вначале определим, кто он, позитивный человек, какие его свойства и качества, пожалуйста Я думаю, позитивный это тот, кто ищет плюсы в любой ситуации Так, еще, пожалуйста Позитивный человек это человек, который умеет дарить радость другим Перейдем в микрофон Позитивный человек это который выделяется из толпы со своей улыбкой и сияющим взглядом Спасибо Это человек, который может выруливать ситуацию и может направить ее в позитивном русле Спасибо большое Ну, в общем, такой человек это оптимист Оптимист, однозначно С позитивными людьми очень приятно общаться Спасибо Интересный получился портрет, я сейчас сижу и слушаю, и мне кажется, такого человека вообще нет в жизни Но, наверное, бывает Ну, наверное, где-то мы рисуем себе такие образы Идеального, да? Позитивный человек всегда готов прощать Прощать Также важное качество Каждый человек привык паниковать сразу А позитивный человек, он не паникует Он рассуждает спокойно То есть какая-то у него эмоциональная стабильность должна быть, да? А я не согласна с Ромой, что нет таких людей Потому что я перед тобой Ну, похлопаем, похлопаем Среди нас есть один позитивный человек Итак, среди нас есть позитивный человек Но легко быть в позитиве, когда все хорошо и прекрасно Но если случаются какие-то трудности, переживания, может быть какое-то горе Как сохранить позитив и находить поводы радоваться, благодарить, улыбаться, когда все происходит не так, как бы хотелось? Да это даже немножко странно, мне кажется Ну да, тебе плохо, а ты улыбаешься Просто тебя согревает в такие моменты, тебя согревает мысль, что так будет не всегда Спасибо Когда что-то происходит, какая-то неприятная или приятная ситуация Я первым делом привык, у меня в мозгу одно слово возникает, позитив И только потом я думаю, почему я так отреагировал И я стараюсь искать причины, я стараюсь искать какие-то плюсы Я стараюсь найти что-то положительное в любой ситуации Я стараюсь, когда у меня какие-то переживания в моей жизни То больше находиться в кругу друзей или в кругу тех, кто заряжает меня позитивом То есть это тоже очень помогает, ты как-то отвлекаешься, как-то стараешься тоже перейти на их волну И более смотреть позитивно на жизнь И забыться одновременно Ну и забыться, да, и стараться все равно, стараться видеть в жизни более позитивного, чем унывать Спасибо Если не можешь изменить ситуацию, измени свое отношение к ней Спасибо Неудача – это не конец света, а всего лишь ситуация, которых очень много в жизни И огорчаться, и перестать радоваться жизни из-за этого не стоит А вообще, возможно ли избежать негативных эмоций, каким-то образом оградить себя от всех негативных эмоций? Говорят о том, что чувства не подвластны человеку Можем ли мы заставить себя не слышать громкого шума? Да, если он рядом Мы не можем закрыть глаза и вот настолько зажмуриться, чтобы все равно не ощущать яркого света Невозможно, правда? То есть говорят о том, что чувства – это вещи, которые нам не подвластны Но я уверена, что чувства можно воспитать Можно сказать, мне приятно от того, что яркий свет И можно сказать, ой, как мне плохо, спать не могу Нужно ли избегать негативных эмоций? Ведь негативным эмоциям также нужен выход Да, безусловно, нам нужно подавлять свои плохие эмоции Так как мы можем в этот момент сказать что-то плохое, но потом сожалеть о том, что мы сказали Ну вот смотри, негативные эмоции, если ты будешь подавлять, не разрушат тебя они изнутри Они же будут где-то копиться, получается Да, но вот именно в тот момент, когда ты хочешь кому-то что-то сказать плохое То есть их нужно высказать, но не сразу? Нет, ну как бы их нужно просто подавить, а потом А потом выдавить Выдавить где-нибудь, например, скажем, пойти в лес и накричать просто Или дрова порубить, или боксерскую грушу Это у японцев есть бой подушками, они начальники бьют подушками Я думаю, у русских тоже есть бой подушками То есть выклескивать свои плохие эмоции не во вред другим людям Спасибо Я знаю об одном принципе в армии, в одной из стран в Европе есть такой принцип, когда два солдата дерутся, или они поссорились, то вызывать к начальству их не станут первые два дня И вот они два дня должны остыть, и затем их только зовут и разбираются, что случилось, кто виноват И когда через два дня уже проходит весь этот пыл, гнев, они приходят, и они на самом деле думают А что я такого, ну почему я на тебя злился, да? И вот поэтому первое время, мне кажется, ну не надо выплескивать эти эмоции Надо хорошенько подумать, и когда ты уже успокаиваешься, тогда ты приходишь в себя просто, на самом деле Я думаю, плохим эмоциям по-любому нужно давать выход, потому что это как часовая бомба Вот все копится, 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 вот эти плохие эмоции, ты их подавляешь Сердце, сердце, сердце А потом просто в один момент может взорваться вот эта вот бомба, и можно много дел Вреда будет гораздо больше, если бы... Нужно давать своим эмоциям выход, ну конечно, в разумной степени Ну да, чуть-чуть выпускать Слека спустить пар Вот, ну все-таки мы обращаем внимание все-таки на плохое, да? Ну часто наше так, мы создачиваем свое внимание Вот как научиться все-таки быть позитивным? Как научиться? Что для этого нужно сделать? Для того, чтобы научиться находить в любой ситуации позитивные моменты, да? Это нужно тренировать, так же, как мы тренируем свое тело физическое Так и мы должны тренировать вот эти позитивные эмоции Мы должны где-то себя сдерживать в чем-то И должны смотреть на то, как эта ситуация повлияет не только на нас, но и на тех людей, которые нас окружают Я тоже считаю, что позитив его нужно вырабатывать Есть одна книга, кто читал, может быть, Полиана Вот там девочка маленькая, она очень хотела, чтобы ей прислали куклу А папа ее всегда учил, чтобы она на все вещи более смотрела позитивно И вот приходит однажды посылка, и там она разворачивает эту посылку и смотрит, там лежат костыли И она так удивленно посмотрела на них и спрашивает у папы Папа, где же здесь я могу найти позитив? И она вот ответила, извиняюсь, вернее, он ей ответил Ты радуйся тому, что они тебе вообще не нужны Вот, то есть, как бы, да, учиться этому Даже в этом нашли позитив Необходимо развивать в себе синдром Полианы Синдром Полианы Всем нам так или иначе приходится общаться с людьми Мы, как люди, существа социальные И нас окружают разные люди Как оптимисты, так и пессимисты Так что же нам делать, если нас окружают пессимисты? Вообще, нам легко ли с ними общаться? Что делать, если нас окружают пессимисты? Я думаю, если окружают пессимисты Не стоит быть таким же, как они Стоит хотя попытаться тоже их заразить вот этим оптимизмом Быть лучиком света в темном царстве Да, быть лучиком света в темном царстве Представь один негатив-негатив, а ты вот такой лучик Это как цветочек среди этого негатива Ну вот, поэтому и надо выпускать пар иногда На всех этих пессимистов, да? Спасибо Можно просто уйти из этого пессимистического общества И найти позитив в другом обществе Тоже выход? Знаете, я попал в общество однажды такого человека Пессимиста Пессимиста Сплошной пессимизм Нету в жизни даже лучика никакого Я первое время тоже начал унывать Как бы от него заражаться Но потом, видимо, если ты человек по настроению такой позитивный Ты не можешь скрыть свой позитив, наверное, так И я стал как-то, поставил себе цель Заразить ее чем-то Это была она Да, это была она Интересно Как оказалось Я поставил себе цель заразить ее хоть каплей позитива К сожалению, не смог, потому что Капля, видимо, маленькая была Капля была маленькая, да В море негатива Поэтому, когда я встречаю таких пессимистов У меня есть цель Во-первых, самому не заразиться этим пессимизмом И во-вторых, постараться сделать что-то для них Чтобы они как-то заразились от меня настроением Итак, мы видим, что мы можем либо бежать от проблемы Либо попытаться каким-то образом ее решать В любом случае, важно посмотреть на себя со стороны И подумать А приятно ли людям общаться вместе со мной? Приятно ли им быть рядом со мной? Пессимист я или оптимист по жизни? На ваш взгляд, как связано развитие личности и позитивный настрой? Я бы хотела узнать ответ на этот вопрос у эксперта Я думаю, это просто абсолютно прямая взаимосвязь Не удалось или не нравятся учебные заведения Что делает пессимист? Ищет другое, либо хайд-руководство Оптимист, он ищет другое заведение И он с легкостью переходит Он с легкостью, может быть, даже в этом учебном заведении Находит позитивные моменты для самого себя А пессимист, он, может быть, вообще бросит учебу То есть действительно зависит уровень образования Вот связан уровень образования с тем учебным заведением В котором он в данный момент находится И с его отношением к этому учебному заведению И таких ситуаций очень много То есть действительно прямая зависимость абсолютно Развития человека, его будущее, его настоящее Вот с его состоянием Возможность создать семью, к примеру, да? Бросить все на каком-то начальном этапе Потому что в 15 раз ничего не получилось Либо стараться снова и снова Я думаю, что здесь немножко другая взаимосвязь Когда мы говорим о семье, у нас есть принцип То мы создаем семью один раз и навсегда И вот здесь мы пытаемся поменять себя Подстраиваясь, находя позитивные моменты В том доме, в котором ты живешь В том партнере, которого ты выбрал В детях, которые растут, они должны радовать тебя То есть видеть действительно позитивный И мы потом в конце скажем А что для этого нужно для того, чтобы видеть позитивный? Вот у меня сложилось впечатление, что позитивный человек Это волевой человек, это правильно? Абсолютно Как раз вот эту идею, о которой мы поговорим в конце Вы сказали, усилия воли Мы никогда не говорим о том, что вот эти чувства Их нужно воспитывать усилием воли То есть это наш конкретный, абсолютно здравый Или выбор Мы говорим о выборе И говорим о четком выборе О осознанном выборе, совершенно верно Спасибо Понятное дело, что быть оптимистом Быть позитивной личностью, хорошо Но так ли это легко? Одну мысль мне сказали, я задумался Меня спрашивают Почему я всегда должен быть улыбающимся? Есть ли у меня на сердце какая-то тяжесть? Я грущу Есть ли у меня какая-то проблема? Неужели я всегда должен быть с какой-то клоунской улыбкой? И говорить, что все вокруг с шариками Что одевать всем розовые очки А у меня у самого нету этих розовых очков И даже хочется вот расплакаться, разрыдаться Почему я должен вот так вот поступать? Не является ли это лицемерием? Да и вообще, хочет ли Бог на самом деле, чтобы у нас резиновые улыбки были? Возможно, этот вопрос стоит задать нашему эксперту Как вы думаете? Я думаю, что Библия говорит удивительно Лучше быть в каком доме? Плача или радости? Почему быть лучше в доме плача? То есть Библия приглашает нас посещать грустные встречи Или встречи по поводу грустных обстоятельств каких-то Что это даёт нам? Вот несмотря на то, что мы люди позитивные Ищем во всём что-то хорошее, светлое Почему лучше посещать? Это к вам вопрос Пожалуйста, попробуйте на него ответить И тогда вы, может быть, ответите на вопрос А почему не всегда нужно быть натянутой улыбкой? Это, наверное, потому что всё в жизни познаётся в сравнении Хороший ответ Пожалуйста Возможно, человек — это несовершенная личность И даже невозможно, это точно несовершенная личность Это факт, однозначный факт И когда мы находимся в этой доме плача В грустном состоянии Мы тогда можем находить какие-то минусы в себе И попытаться исправить их Чтобы быть более позитивным человеком И находить вот эту настоящую линию позитива В которой может находиться совершенный человек Хорошо Обычно, если мы попадаем в дом, например, о радости То кто радуется, то не всегда ищет Бога Не всегда пытается там что-то коснуться к нему, приблизиться А вот если позитивный человек идёт в дом плача То он всегда утешает этих людей И даёт свой позитив Спасибо Мне кажется, если я кого-то могу утешить То это хорошо И когда я с кем-то посижу просто рядом Кто-то мне выплакается в жилетку Мы будем говорить Или если я кого-то смогу подбодрить То мне самому станет легче Я сам увижу красоту этого мира В чём-то найду позитив Вот у меня просто ещё вопрос Вот роль Бога в нашем мире эмоций Какова она? Роль Бога? Знаете, не всегда человек может выслушать тебя и поддержать Есть некоторые люди, которым ты рассказываешь о своих проблемах А они слушают тебя с отрешённым видом Для них твоя проблема ничего не значит А для Бога? А для Бога каждый из нас значит очень много Мы драгоценны в Его глазах И поэтому, когда мы приходим со своими проблемами к Богу Он нас не только выслушает и даст нам поддержку Но ещё также Он подарит нам ту радость От того, что мы нужны Ему Что мы многозначны для Него Это реально? Это реально Спасибо Мне кажется, что есть такая хорошая мысль Чем слабее ты перед Богом, тем сильнее ты перед людьми В Библии есть такой принцип Чтобы мы не показывали своё отчаяние, что ли В то же время не лицемерие, но чтобы мы не показывали перед людьми То, как мы отчаиваемся Свой пессимизм, какие-то свои негативные настроения Чтобы мы не показывали А всё это выдавали в своём разговоре с Богом Если мы по-настоящему с Ним друзья Если мы по-настоящему с Ним разговариваем именно в диалоге А не в монологе, то мы тогда научимся выдавать ему все свои проблемы И когда мы ему выдадим, нам станет легче Как бы он с нами разделил вот эти наши проблемы Ну что ж, аплодисменты такому Богу Который может разделять наши проблемы Это очень важно Пожалуйста, ещё Оптимисты живут, а пессимисты, то есть являются наблюдателями Как оптимисты живут Хорошо Вопрос нашему эксперту Вот позитивный взгляд на жизнь Это из области эмоций или всё-таки это принцип? Мне просто остаётся обобщить то, что вы сказали Я поражаюсь на знания ребят в этой области Может быть это нас волновало всех Может быть мы в таком обществе находимся Но мы действительно эту тему хорошо понимаем Я бы просто хотела обратить внимание на два слова Что такое позиция и слово позитив Всего на две буквы отличается одно слово от другого слова Но посмотрите, насколько они близки Если командир выбрал для своих солдат Правильную позицию Как вы думаете, скорее всего он бой проиграет или выиграет? Почему? Потому что позиция была выбрана правильно Позиция была верной И мы точно так же Вот я сейчас вам задам вопрос, на который вы должны Это такой небольшой тест ответить, быстро не задумываясь Как дела? Хорошо Отлично Мы говорим всегда так Далеко не все отвечают так Кто-то отвечает Нормально Пойдет Неплохо, пойдет Никто не завидует Жить можно Могло быть и лучше То есть то, как мы отвечаем на вопрос Как твои дела Уже говорит о нашем Может быть вот сиюминутном состоянии Когда человек чаще отвечает Прекрасно, нормально, замечательно Лучше всех Лучше всех, да Замечательно и так далее То это говорит о чем? Это говорит о его позитивном отношении к миру Дело в том, что Когда мы говорим о позитивном отношении То это отношение Это наше поведение А поведение воспитывается Согласна, что мы не все выросли в семье Где нас воспитали быть позитивно Особенно бабушки, да Они любят ворчать Они что-то на погоду, да И мы вырастаем Нам не нравится погода Нам не нравится окружение Нам работа не нравится Нам продавщица в магазине Все зависит от настроя Я бы хотела привести вам маленький случай Вот в моей буквально недавней событии Я пошла и купила в подарок Замечательный, очень дорогой шарф И я его потеряла Я шла по рынку Я его как-то, вот этот пакет я уронила Обронила, я не заметила Передо мной были две возможности Во-первых, я воспитана таким образом Чтобы ничего не терялось Очень бережное отношение к вещам, к мелочам И поэтому вот такая потеря Она Достаточно существенна Досит определенный дискомфорт в жизнь Дискомфорт, боль, огорчение на себя И тут ты стоишь перед выбором Позволить этим чувством тобой обладеть Уйти с рынка, расстроиться Получить сердцебиение Еще что-то, прибегнуть к лекарствам Или порадоваться за того человека Который нашел твой пакет Открыл, увидел чудо Я сделала следующее Абсолютно сознательно Усилием воли Выбрала второе Понимаете, здесь нужна работа над собой Таких ситуаций в жизни очень много Позволяем мы ситуации Собою владеть нами Или мы позволяем Или мы заставляем себя Стать выше ситуации Выше какого-то стресса Или какой-то проблемы Которые в нашей жизни вдруг случаются Это первое, очень важное Второе Это общение с окружающими Специалисты утверждают Что 85% счастья нашего Зависит от наших отношений С окружающими нас людьми 85% счастья Или мы строим отношения Или мы не строим Если я позитивный человек Соответственно у меня больше друзей, чем рублей Если я негативный человек Человек-человек-пессимист У меня очень мало отношений с людьми У меня очень мало друзей Да и рублей немного Тогда и рублей немного, соответственно Поэтому давайте искать отношения Давайте строить отношения А это зависит от моего настроя Второе Это наше отношение к другим Прощаем ли мы? Это очень важно для человека оптимистичного Причем прощение – это не чувство Многие люди считают Что я не испытываю чувство прощения Значит я не могу Я еще не поспел Я не могу простить Ребята, прощение – это решение Понимаете? Это решение Когда пришло чувство Вернее, когда мы решили простить Приходят чувства, связанные с прощением И, соответственно, нам гораздо легче потом Простить извинения У других людей, когда мы сами виновны Ну и последнее, что тоже очень важно Это помнить о том Что воля, которую Бог нам дал в нашу власть Это инструмент, который мы можем использовать Давайте использовать то, чем мы обладаем для нашего счастья Будьте счастливы Потому что оптимизм и счастье Это две вещи, которые необходимы нам в жизни Спасибо большое Спасибо Напоминаем вам о том, что специально для вас создан молодежный сайт www.hopside.info Здесь вы сможете найти статьи по нашей теме Поделиться своими мыслями, впечатлениями А также найти новых друзей Присоединяйтесь к тем, кто любит жизнь И хочет прожить ее счастливо Ну что ж, наступило время зарядиться позитивными эмоциями Иногда для этого нужно просто немного веселья А для этого нам нужны трое нестеснительных добровольцев Пожалуйста, вот девушка Девушка Еще Еще одна девушка И третий нестеснительный доброволец Один парень Давай вот сидишь с краю, проходи Проходи Друзья, я поздравляю вас с тем, что вы здесь находитесь Знаете, любовь к жизни В жизни позитив проявляется иногда просто в том, что люди умеют посмеяться над собой Итак, первый вопрос нашей импровизированной викторины Что это такое? Шарики Правильно, шарики, аплодисменты Отгадали Чем они наполнены? Газом Каким? Белем Итак, вы, наверное, догадываетесь, что произойдет, если вы просто подышите немного Попытаемся это осуществить Сейчас мы это и увидим в нашей студии в прямом эфире Итак, держите задание Тебе необходимо прочитать стихотворение Ты у нас расскажешь знакомую с детства сказку А ты споешь замечательную песенку Удачи Поехали Давай Выдыхай Вперед Выдыхай И вдыхай Выдыхай Давай, давай, давай И выдох Вдох Больше 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 Дыши газом Так Только газом, воздухом нельзя Ей нравится, посмотрите Какое счастье в глазах, да? А ты боялась А ты боялась Ну? От улыбки станет всем светлеем От улыбки в небе радуга проснется Ну-ка, давай-ка еще Выдохни хорошенько И хорошенько Все, шарик прикончили Давайте дальше Алтунбек Давай Так Вперед Выдохнул Атунбек Ты что-то будешь делать Давай, может, у Насты попробуем Черно Ну Посадил дед репку и говорит Расти репка, расти сладка Расти репка, расти крепка Выросла репка сладкая, крепкая Большая, прибольшая Пошел дед за репку вырвать Молодец Аплодисменты Мы все разные по характеру, темпераменту, открытости для других людей Мы можем держать свои эмоции под замком, а можем выплескивать их направо и налево Секрет и причина больше радости и счастья в том, к чему ты из жизни стремишься Если в твоей жизни добрые, прекрасные, захватывающие цели, то эмоций позитивных будет намного больше Ты будешь заражать всех своей позитивной энергетикой и дарить людям счастье Не бойся открываться людям в своей искренности Улыбайся им и вдохновляй Выбери верный путь развития твоей личности Дорогие друзья Для того, чтобы всегда быть в курсе самых свежих событий на нашем сайте Нужно просто подписаться на обновления по электронной почте и на наш РСС канал Подписавшись однажды, вы всегда будете первыми, кто сможет прочесть наши новые статьи Оставить свои комментарии, а также предложить ссылку своим друзьям Будь первым, подпишись на обновления Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова